Mercedes полным ходом готовит выход самой главной новинки этого года — S-класса серии W223. Как сейчас принято, задолго до самой премьеры пресс-служба начинает по частям выдавливать подробности. Штутгарт уже раскрыл особенности компоновки передней панели. Если раньше центральный тачскрин и панель приборов представляли единую плоскость, то теперь это будут два отдельных дисплея. Вдобавок будущий S-класс получит медиасистему следующего поколения. Управление большей частью функций, включая климат-контроль, будет переложено на сенсоры. Благодаря тактильной революции салон потеряет 27 физических кнопок. Параллельно вырастет число экранов. Загибайте пальцы. Центральный дисплей — это раз. Панель приборов — это два. Пара экранов на спинках передних кресел — это три. И, соответственно, четыре. Плюс съемный планшет и проекционный дисплей. Следующая часть подробностей касается ходовой и безопасности. По первому пункту заявлено полноуправляемое шасси. Клиент сможет заказать либо умеренный вариант, когда задние колеса поворачиваются на угол больше 4 градусов, либо с доворотом на 10 градусов. В итоге длиннобазная версия сможет развернуться на небольшом пятачке радиусом лишь около 5 метров. На скорости больше 60 км в час задние колеса для большей стабильности маневров будут поворачиваться как передние, а не в противофазе. Продолжает список интересностей активная гидропневматическая подвеска, запитанная от 48-вольтовой электросистемы. Она научена управлять каждым колесом отдельно, компенсируя неровности рельефа, по которому едет автомобиль. Кроме того, хитроумная система готова приподнять кузов за долю секунды до бокового столкновения. В этом случае силы удара во многом примут пороги и днища, что снизит риски получения травм пассажирами. И, наконец, подушки безопасности. Их будет много, так как для пассажиров второго ряда появятся фронтальные аэрбэги. Плюс между креслами переднего ряда будет установлена центральная подушка. Она отделит водителя от пассажира. О моторах мы знаем только то, что старый двигатель V12 еще поживет. Но костяк гаммы составят рядные шестерки из современного модульного семейства. Следующую серию подробностей ждем через пару недель.